доброе утро приветствуем вас всех на нашем вебинаре сегодня мы постараемся провести вебинар связанный с 1с это достаточно интересная и важная тема очень часто приходит большое количество комментариев если вы нас слышите традиционно напишите нам плюсики в раздел questions найти вы можете на вкладочки на экране вы как раз видите сейчас эту вкладочку если у вас есть вопросы вы можете туда же писать свои вопросы по ходу вебинара если у вас вдруг нет звука и вы нас не слышите то попробуйте переподключиться обычно это очень помогает если вам не нужно наша видео видео запись в виде видеоролик который мы будем транслировать в сеть вы можете его в принципе скрыть или отключить уменьшить видео как всегда традиционно запись будет запись мы с сашей стараемся не повторять в контент наш который мы транслируем всегда свеженький и новенький мы стараемся готовить для вас всегда что-то новое запись вы можете традиционно найти на нашем сайте где выкладывают записи вебинаров также саша встраивает видеоролики очень часто наши продукты прямо внутрь. Например, для DNS интеграции с нашим основным продуктом управления сайтом все видеоролики можно найти в этой интеграции, которую вы можете скачивать. Сегодня мы поговорим немножко о другой теме, чем анонсировано на сайте. Девчата не поменяли немножко тему. Она будет связана с интернет-магазинами, но она будет связана с интернет-магазинами немножко в другом ключе. В принципе, уже достаточно развита и знакома тема клиентам, когда нужно интегрировать интернет-магазин с 1С. Эта тема достаточно давно вошла в массы, достаточно давно ее рассказывали и показывали на наших экранах, так сказать, и вы ее используете. Но сейчас скорее клиенты больше заняты, не клиенты, а вы как владельцы вашего бизнеса, ну и ваши клиенты в принципе, заняты не тем, чтобы подключить 1С к интернет-магазину. Это достаточно просто становится на данный момент. Сложней стала забота клиентов, управление вашей клиентской базой, вовремя сделать звонок, правильно ответить на вопросы ваших клиентов, взаимодействовать с вашими клиентами и так далее. Сегодня на нашем вебинаре мы затронем две темы интеграции 1С с нашими продуктами. У нас есть второй продукт, это Bitrix24, он включает в себя внутренний портал вашей компании, может включать в себя CRM, если вам она нужна, задачи и так далее. И вот туда можно отправлять данные, связанные с 1С и связанные с продажами вашего интернет-магазина. Это получается такая некая тройственная интеграция, когда ваш интернет-магазин подключен к 1С, 1С подключена к вашему Bitrix24, где вы фактически будете управлять клиентами. И мы немножко расскажем вообще, как строится такая схема, потому что на рынке приварилируют интересные решения, когда пытаются сделать все управление в рамках одного окна, что сделать достаточно сложно и сделать достаточно, наверное, нереально. Мы попробуем вам рассказать другую немножко концепцию, когда это решение делается немножко более простыми методами. О чем мы сегодня расскажем? Это 1С-трекер Bitrix24 и модуль отчетов из 1С в Bitrix24. Расскажем, как с ними работать. Первое. Это 1С-трекер. Для чего он нужен и что с ним можно делать? Представьте, что у вас есть интеграция вашего интернет-магазина с 1С. Вы отправляете туда заказы. Внутри 1С вы ведете, например, заказы с вашим офлайн-бизнесом. То есть у вас есть как онлайн-подразделение, так и офлайн-подразделение. Либо просто в 1С ведутся какие-то учетные вещи, которые хранятся в рамках 1С. Эти данные, естественно, не попадают к вам в интернет-магазин. В интернет-магазине нет фактически инструментов для управления клиентами. Да, там есть, например, триггерные рассылки. Вы можете догонять клиента, дожимать вашего клиента. Взаимодействовать с ним в виде каких-то электронных сообщений, электронных писем. Но нет возможности посмотреть и отследить, как часто делает покупки клиент. Нет возможности позвонить этому клиенту. Во время звонка к вам в офис вы не знаете, что за клиент делает к вам звонок. Вы не можете встретить его словами. Здравствуйте, Сергей. Да, мы занимаемся вашей проблемой. Вы не видите, какие заказы двигаются по этому клиенту. Вот чтобы это сделать, мы добавляем к этой системе, к этой связочке 1С и нашего продукта интернет-магазин, битрикс-управление сайтом. Мы добавляем еще один кусочек, который даст возможность как раз-таки ввести вашу клиентскую базу. Мы добавляем возможность CRM. И вот этот кусочек будет делать битрикс-24. Но делать он его будет через 1С, забирая информацию с 1С. Еще раз, я вначале сказал, что есть два пути, по которым пытаются пойти клиенты. Первый путь очень сложный, очень сложно реализуемый. Это когда делается вот такая тройственная связка, и все пытаются управлять полностью заказами, управлять всеми движениями в рамках, например, битрикс-24 или в рамках 1С или еще какого-то одного продукта. Это достаточно сложно сделать, потому что вы фактически должны повторить внутри той системы, в которой все это будет делаться, повторить все интерфейсные элементы, все интерфейсные возможности, которые есть в каждом конкретном продукте. 1С хорошо занимается управлением товарными остатками. Она прекрасно ведет остатки по складу, она прекрасно отгружает товары, делает все, чтобы с товарами было легко работать, вы могли их исследовать, смотреть по отчетам и так далее. Интернет-магазин создан для того, чтобы продавать хорошо товары, представлять его клиентам. Его задача – качественно, правильно показать товар, качественно адаптироваться на различные устройства, показывать этот товар на различных устройствах, правильно и хорошо оформить ваш заказ, выполнить функцию оплаты этого заказа, то есть проконтролировать эту оплату, проставить правильные статусы по оплате, проконтролировать отгрузку, получить данные какие-то с 1С об отгрузках, отправить эти данные клиентам, показать их в его личном кабинете и так далее. То есть каждый из подсистем занимается своим вопросом, но обе эти подсистемы не занимаются вопросом управления клиентской базой. И вот наше решение – это не решение одного окна, это решение, которое дает возможность вам именно выгрузить данные только по клиентам из 1С. То есть наш трекер – это односторонняя система, которая отправляет данные только в одну сторону, отправляет данные из 1С в рамках Bittrex 24, внутрь продукта Bittrex 24. Отправляет он их для того, чтобы внутри Bittrex 24 вы могли, например, в рамках телефонии принять звонок от вашего клиента. Причем телефония может быть как этого продукта, телефония Bittrex 24, так и решение каких-то сторонних компаний. Мы поддерживаем основных игроков – Телфин, Задарма. То есть большое количество клиентов, не клиентов, систем телефонии, которые можно подключить к Bittrex 24. Это может быть ваша внутренняя SIP-ATS через SIP-коннектор. И вы сможете внутри Bittrex 24, принимая звонок, видеть карточку этого клиента, видеть фамилию и имя этого клиента, который делает звонок, получать на этой карточке какие-то основные возможности. То, что покупал клиент у вас, на какую сумму он сделал покупку. Мы выдаем информацию о том, как давно происходила покупка. То есть вы сможете клиента встретить уже вооруженным какими-то готовыми предварительными ответами, или вы можете даже предположить, о чем и почему делает звонок клиент. Если у вас идет какая-то сложная отгрузка с клиентом, и вы задерживаете отгрузку, получив карточку на экране, видя, что происходит в данный момент какая-то отгрузка, вы сможете сразу же реагировать корректно на вашего клиента. Но чтобы это все сделать, нужно получить с этих обоих систем, то есть с этих двух кусочков с интернет-магазина и с 1С, получить все данные о клиентах, которые возможны. У нас прекрасно настраивается связка 1С и управление сайтом, вашим интернет-магазином. Вы можете обмениваться клиентами, причем обмениваться, насколько я понимаю, в обе стороны. У вас есть возможность получать клиентов с интернет-магазина внутри 1С, а вот 1С уже отдаст этих клиентов в рамки нашего Bitrix24. Чуть позже в этом релизе, в релизе управления сайтом, появится такой же трекер напрямую с Bitrix24, и можно будет отправлять данные о клиентах внутри Bitrix24. Но пока такой трекер существует через 1С, через связку с 1С, и мы будем показывать и рассказывать немножко про него. Выгрузка, как я сказал ранее, односторонняя. Мы выгружаем полную информацию о клиентах и выгружаем информацию о сделке, которая происходит. Ну, не сделке, а в данном случае заказик с клиентом, которая происходит в рамках интернет-магазина и в рамках 1С. Причем заказы выгружаются не только с интернет-магазина, заказы выгружаются и те, которые делали локально в 1С, если у вас, например, есть кусочек оффлайн-бизнеса. Из всего заказа мы не выгружаем товарные данные. То есть мы стараемся выгрузить очень полную информацию по клиенту, агрегировать всю эту информацию внутри Bitrix24, но не выгружаем информацию, связанную с товарными элементами, которые проходили в рамках этой сделки. То есть мы выгрузим сумму, выгрузим данные по клиенту, мы выгрузим номер документа, мы выгрузим дату и менеджера, который делал этот документ, но не выгрузим сами товары. Почему мы так делаем и для чего так происходит? Мы считаем, что нет смысла забивать такой информацией ту систему, которая с этой информацией работать фактически не сможет. Система все-таки заточена на то, чтобы именно управлять вашей клиентской базой, сегментировать вашу клиентскую базу, распределять ее по каким-то там данным, собирать эту клиентскую базу с различных каналов и так далее. Но она не призвана на то, чтобы управлять этими отгрузками, управлять этими товарными элементами. Но чтобы это было не пустые выгрузки элементов, которые просто лежат в вашей системе, это не просто карточка, когда вы поднимаете заказ, мы еще можем выгрузить ссылку на конкретный элемент или на конкретный заказ, который прошел внутри 1С. Если ваш 1С поддерживает такую возможность, то мы по этой ссылке можем перейти сразу же внутрь вашего продукта. Это доступно, насколько я понимаю, только для 11-х версий, правильно? Да. Для 11-х версий. 10.3, к сожалению, такой возможности не имеет. Остальные версии могут с 1С. Мы можем получить URL на конкретный документ, и вы сможете во время звонка перейти внутрь 1С сразу к конкретному заказу и сразу дать оперативную информацию по данному заказу, по данной сделке. Но давайте посмотрим, где вообще найти 1С-трекер внутри Bittrex24. Саша сейчас покажет, где его скачать, как его установить. Попробуем его установить и попробуем сделать выгрузку каких-то данных из 1С внутрь Bittrex24. Я переключаюсь на Сашу. Вы, если можно, потом подскажете мне, что у него тоже видно и слышно. Так. Все, Саша, картинка ушла к тебе. Ты говоришь шоу. Доброе утро. Сейчас я покажу, где можно скачать модуль 1С-трекер. Ну, ты пошел каким-то сложным, наверное, путем. 1С-трекер, в принципе, можно найти внутри самого продукта Bittrex24. Там есть такой пункт меню с левой стороны. Давай сначала простой путь покажем, потом более сложный. Ну, я могу показать сам. Извини. На вашем портале есть пункт 1С плюс Bittrex24. Зайдя на него, тут как раз-таки указано, ну, пункт 1, скачайте и установите модуль 1С плюс Bittrex24. Вообще, это универсальное приложение для Bittrex24, которое позволяет интегрироваться с различными продуктами, в том числе и из 1С. И в пункте 1 как раз-таки есть пункт по ссылке. При нажатии его открывается страничка в браузере, в котором можно указать все модули, которые можно установить для Bittrex24. Коробочную версию или облачную. И на первом пункте как раз-таки есть 1С-трекер. 1С-трекер у нас есть в основном для конфигурации на управленных формах. Это бухгалтерия предприятия, управление торговлей 11-й редакции. Также она практически идентична с ERP 2.1 и комплексная автоматизация 2.0. И также у нас совсем недавно появился модуль для UT10.3. Ну и еще, конечно же, наши коллеги из Украины адаптируют для украинских конфигураций. В данном случае я буду показывать установку и настройку модуля для UT последней редакции. Последней редакции и последних релизов. Поэтому скачаем ее. У нас скачался архив. Мы этот архив распакуем. Распаковали. Здесь установщик самого модуля. То есть он устанавливается в определенный каталог шаблонов. Всех, где находятся все конфигурации и обновления конфигурации 1С. Теперь давайте запустим 1С в режиме конфигуратора. К сожалению, модуль 1С-трекер использует некоторые объекты 1С, которые невозможно реализовать через внешние расширения или внешние обработки. Так как он может погружать, например, в режиме изменения. И в этом случае его приходится интегрировать. При запуске конфигурации, у меня она здесь уже открыта. Если же она у вас закрыта, здесь стоит значок, что объект поставщика не редактируется. Нужно нажать выполнить действие конфигурация, поддержка, настройка поддержки. И здесь будет кнопка включить возможность редактирования. И тогда вы сможете вносить изменения в конфигурацию. Еще раз показываю. Релиз у нас получается 11.3, 11.127. Это один из самых свежих. Вот. Теперь сейчас я накачу наш модуль на конфигурацию. Вполняем конфигурацию. Сравнее объединение с конфигурацией и с файлом. И здесь я указываю наш модуль. Наш модуль находится по этому пути. Здесь есть очень много модулей, я тестирую, это моя установка, поэтому здесь очень много папочек. В данном случае у вас же будет папочек меньше и много проще, найдете где-то находится. Самая актуальная версия модуля 1.2. Убираем ее, делаем сравнение объединения. Очень частая ошибка. Независимо от того, какого устанавливается наш модуль. То ли это интеграция с BUS, то ли это интеграция, какая-нибудь модуль с интеграцией с B324. Очень часто не снимают в начале все флажки, а их нужно снимать, потому что, чтобы не записывались типовые объекты, которые необходимы в нашем модуле, для того, чтобы не теряли ссылки. Поэтому вначале мы снимаем все флажки, а после выполняем действие. Действие отметить по подсистемам файла и указываем наш модуль. Устанавливаем флажки, включать объекты родительских подсистем. Добавляем установить. В данном случае устанавливаются только те объекты, которые относятся к нашему модуру. И нажимаем на кнопку выполнить. Сейчас нужно выполнить сохранение конфигурации и обновление баз данных. Можно сразу обновить конфигурацию баз данных и конфигурация тоже сохранится. Надеюсь, все быстро будет. Вообще, модуль 1S Tracker максимально не зависит от управления торговли. То есть при обновлении новых, при установке новых релизов управления торговли или бухгалтерии, предприятия, то тогда наш модуль не должен потерять работоспособность. То есть в данном случае довольно-таки он универсальный. И насчет облачных серий, если у вас 1S находится в облаке, в зависимости от того, как она выходит в облаке, если у вас в облаке есть возможность заходить в конфигуратор и вносить изменения в конфигурацию, то тогда вы можете спокойно поставить наш модуль, вне зависимости от какой-то. Конечно, могут быть проблемы именно с кодировкой файлов, потому что если у вас, допустим, как правило, в облаке... Так, здесь нажимаю кнопку «Принять». Правило, там в облаке она поднята в режиме client-сервер. Если, допустим, сервер находится на Linux, то могут быть проблемы с кодировкой. Нужно там просто будет смотреть. Так, у нас все обновилось, и запустим сейчас саму 1S и настроим работу. Так, пока ты рассказываешь, я здесь пытаюсь немножко на вопросики поотвечать. Где можно получить ссылку на скачание вебинаров? Тут очень много вопросов про ссылки, где можно посмотреть вебинары. Можно просто в поиске набрать 1S Bittrex вебинары, вам выйдет ссылка в первой фактически на раздел. В разделе там публикуются записи. Записи, правда, публикуются с небольшой задержкой. То есть вебинар проходит, и где-то в течение зелии полутора девчата выкладывают запись этого вебинара. Также большинство вебинаров, связанных именно с 1С, вы можете найти прямо при скачивании модуля. Внутри модуля есть раздел, ссылка на вебинары, и Саша сбрасывает эту ссылку сразу же на тот раздел, где рассказываются про все вебинары, которые были именно по 1С. Поэтому, я думаю, вебинары будет несложно найти. 1С запустилась, и если вы правильно установили наш модуль, то вы увидите внизу раздел 1С Bittrex. 1С, в котором как раз таки является наш модуль 1С Tracker. Он, конечно, тут пунктов не очень много, но и все выполняется, настраивается он в пункте настройка и выгрузки на портал. Ну, как раз таки пунктов не очень много, потому что пунктов много-то и быть не должно. Так как связь односторонняя, мы просто забираем данные с 1С, мы фактически трекаем 1С, получаем полную информацию по клиентам и полную информацию о том, что делали клиенты в этих двух продуктах, с которыми мы интегрируемся. Удобнее все это собрать в одном месте и в одном месте всем этим управлять. Поэтому здесь фактически, так как обмен односторонний, минимальные настройки для того, чтобы вы быстро запустили такой трекер и получали информацию. Да, то есть делали максимально простым, чтобы можно было, в отличие от интеграции интернет-магазина, где очень идут вопросов, как настроить. Вот там как раз таки в интернет-магазине та самая сложная связка, когда мы попытаемся полностью сделать двухсторонний обмен, получить всю информацию внутрь продукта, чтобы управлять этой информацией. В данном случае мы не управляем информацией, мы не передаем данные никакие внутрь 1С о том, что мы изменили внутри Питрикс24. Мы просто получаем срез по клиенту, что делал клиент, когда делал клиент, какой менеджер с этим клиентом работал, ссылку на те документы, с которыми работал этот менеджер, сумму этих документов и так далее. То есть мы получаем ту информацию, которую достаточно для того, чтобы когда ты делаешь звонок мне как менеджер, например, внутрь магазина, я смог сразу ответить на вопросы, когда ты что-то покупал, на какую сумму ты покупал, в каком состоянии данный документ, или что ты покупал, быстро перейти к конкретному документу внутрь 1С. То есть моя задача, главное, подхватить тебя на звонке или на сообщении по почте электронной или еще где-то, и быстро ответить на твои вопросы, чтобы ты понимал, что сервис, этих поддержка и компания достаточно качественно тебя обслуживает. При переходе на настройки выгрузки на портал, тут есть один предопределенный узел. Он предопределенный, и его нельзя изменить, он предопределенный. Создадим настройку выгрузки. При создании настройки здесь нужно указать название настройки, назовем ее как-нибудь. И здесь есть такое поле ключ. Ключ – это ключ авторизации с нашим порталом. Получить его можно с нашего портала, с нашего приложения. Заходим на наш портал, как раз-таки именно в нашем приложении 1С плюс B3.0.4. В пункте 3 как раз-таки есть этот ключ. Мы его копируем и вставляем. Также, если ваша 1С опубликована на веб-сервере, то вы можете из портала открывать объекты 1С. То есть, там появляется ссылка, нажатием на ссылки, в браузере открывается 1С с этим указанным объектом. То есть, чтобы посмотреть дополнительную информацию, если не хватает информации B3.0.4, чтобы могли посмотреть в 1С более подробно об этом объекте. Будь то документ, или это контрагент, или контактное лицо. В данном случае у нас, к сожалению, веб-сервере 1С не развернут, поэтому я вам это продемонстрировать не смогу. Еще есть такой пункт, настройка, мало кто не знает, называется идентификатор. Индификатор – это, можно сказать, что идентификатор данных на портале. То есть, например, у вас две базы 1С, вы хотите, чтобы с двух баз 1С выгружалось все на один портал. И чтобы эти данные друг друга не замещали, потому что там может получиться, что идентификаторы будут одни и те же, то нужно у них указать разный идентификатор, и тогда данные будут храниться в разрезе этого идентификатора. Или даже можно сделать так, что из одной базы 1С вы выгружаете, у вас две настройки с разным идентификатором, тогда у вас эти данные будут дублируются, потому что идентификаторы будут разные. То есть, это дополнительные измерения. Помолчание заполнено на 1С, и если вам это не нужно, то вы это не используете. Вам это не нужно, вам не нужно это менять. Также здесь в флажке указаны, какие данные будут выгружаться. Мы для начала выгрузим, или сразу все выгрузим. Да, давай все. Выгрузим все, и здесь у нас контроль изменения. Полная выгрузка или выгрузка только изменений. Так, у нас это база демо, и мы только создаем настройку, у нас изменений нет. Поэтому для демонстрации я покажу полную выгрузку. Настройка автообмена – это возможность, чтобы это все выгружалось в себе какой-то периодичностью, допустим, раз в день, раз в час, или там каждые 15 минут. Каталог блокфайла – это при выгрузке будет храниться в текстовом файле вся информация по обмену. Там все ошибки, или если возник какая-то ошибка, то, что в блокфайле будет храниться весь запрос передачи. Потому что в 1С-трекере обмена работает не с помощью XML, а сразу напрямую через RESTAP. И поэтому иногда это сложно понять, в чем проблема. Здесь есть кнопка «Настроить выгрузку». В нажатии на этой кнопке открывается форма, где настраивается обмен. То есть здесь можно указать, посмотреть отбор, по которому выгружаются контрагенты. То есть в данном случае здесь можно указать в зависимости там в списке и выгрузку определенных контрагентов или определенную группу контрагентов. Количество данных в пакетах – это поскольку, допустим, контрагентов выгружается на портал максимальное количество 50. А можно выгружать по 10, по 20. И еще такое интересное, с контрагентами, если все просто, то с документами все намного сложнее. Во-первых, в документах есть такой понимание, как точка актуальности. То есть только документы позже этой даты будут выгружаться. Это сделано для оптимизации, потому что если у вас база 1С-1 очень-очень большая и документов у вас десятки тысяч, то если вы случайно поставите полную выгрузку и будете выгружать за все время, вы очень долго будете ждать. А так вы укажете, допустим, с какого отчетного периода делать выгрузку данных. Так у нас демоданные, у нас документы, если память не изменяет, 14-го года. Поэтому поставим 0.1. То же самое есть про количество документов, и также здесь есть отбор. Какие по организации можно выгружать, по подразделениям. Давайте по организации выгрузим. Вот по комплексу. Но еще есть одна скрытая настройка. И, наверное, самое важное, это то, какие документы нужно выгружать. Нажимаем на кнопку «выгружаемые документы» на ссылку. И видите, что у нас здесь по умолчанию выгружается документ только реализации товаров и услуг. И если добавить другой список документов, у нас кроме реализации ничего не выгружается. Это ограничение по умолчанию. Но я вам сейчас покажу, как сделать так, если, допустим, вам нужно выгружать дополнительный документ с заказа покупателей. Это не покупателей, а заказа клиентов. Так, настройку мы тут сохраним. И теперь мы закроем. Откроем конфигуратор снова. При интеграции нашего модуля у нас появился план обмена B-Bitrix24.1s. Откроем его, и здесь есть кнопка «Состав». Мы нажимаем эту кнопку, и здесь указываем, какие документы мы можем убирать. В данном случае здесь мы указываем, какие документы у нас будут регистрироваться в режиме изменения. Вообще, я всегда рекомендую выгружать все в режиме изменения. Потому что, во-первых, будут передаваться только измененные данные, а не все. И это будет меньше нагружать как 1С, так и портал. И быстрее все это будет выгружаться. Поставим флажок напротив заказа клиента. Здесь ставим по умолчанию, если посмотреть, привелся уже в два документа. Закрываем. Заново обновляем конфигурацию баз данных. Так, пока у тебя там что-то происходит, давай я немножко на два вопросика отвечу. Во-первых, очень много вопросов, связанных с интеграцией B-Bitrix24 и 1С бухгалтерии. Скажу такую интересную информацию, что фирма 1С сделала штатный обмен для 1С бухгалтерии. Этот штатный обмен в прошлом месяце мы с коллегами из 1С закончили, в принципе. Саша его тестировал. Он выйдет, правда, наверное, не на всей версии. Они делают, скорее всего, только для последних версий эту штуку. Не уверен я, что он прям уже вышел клиентом, потому что мы только закончили внутреннее тестирование. Я не знаю, какой цикл у коллег в 1С, насколько быстро они выпускают после такого тестирования продукт клиентам. Но очень скоро, я думаю, вы получите такой обмен. Это штатный обмен 1С. Он будет встроен в вашу 1С бухгалтерию. И вы сможете сделать синхронизацию счетов с BITREX24. Второй вопросик, который хотелось бы осветить, это вопрос по времени выгрузки. Задают очень много людей, говоря о том, что время выгрузки огромное между, например, интернет-магазином и 1С. Это частый вопрос. И чтобы понимать, почему такое большое время, нужно немножко понимать, как происходит вся механика выгрузки таких вещей. То есть любой обмен делится фактически упрощенно на три этапа. Первый этап – это подготовка данных внутри 1С. Если делается подготовка первоначальной выгрузки с картинками, со всеми данными, то такая выгрузка может внутри 1С, в зависимости от количества ваших элементов, ну, например, для полтора миллиона элементов, занимать 5-10 минут. 1С очень быстро готовит данные для выгрузки. Она создает огромный файл, фактически, или файл, разбитый на пакеты. Тут еще, чтобы все хорошо работало, желательно на пакеты пить. Потом этот файл, вторая часть этой выгрузки, отправляется внутрь нашего продукта. То есть этот файл 1С должна передать. И вот этот этап очень сильно зависит от объема ваших данных и скорости вашего интернет-канала. А интернет-каналы для бизнеса достаточно мелкие. Например, у моей супруги в офисе интернет-канал всего 3 мегабита. Если все дома привыкли, что каналы 100 мегабит, 300 мегабит, это оптоволокно, это скорости бешеные, вы там загружаете гигабайтный файл в течение 50 минут, то для офисов это большая редкость. Это очень дорого. И если канал, как у моей супруги, всего 3 мегабита, если вы будете отправлять первоначальную выгрузку, которая будет весить, например, гигабайт, и не дай бог вы не включили пакетную передачу данных, это когда файлик делится на мелкие пакеты, и каждый пакет отправляется независимым. Эта выгрузка может вообще никогда не закончиться. Потому что делается попытка отправки гигабайтного файла. Во время отправки где-нибудь связь упала, что-нибудь произошло, какой-то сбой, файл будет отправлен заново. И вот здесь от вашей настройки, от качества настройки, от качества партнера, который делал вам эту интеграцию, или вы сами делали эту интеграцию, будет очень сильно зависеть, как быстро второй этап пройдет. Поэтому мы внутри нашей подсистемы сделали механизм пакетной выгрузки данных. При включении пакетной выгрузки вы сможете разбить этот файл на пакеты, пакеты будут выгружаться кусочками, вы можете по отдельности выгружать товары, выгружать еще какие-то данные, остатки и так далее. При пакетной выгрузке файл делится на кусочки и выгружается пакетиками. Если оборвется какой-то кусочек, мы этот кусочек заново перевыгрузим. Выгрузка тоже будет идти долго, но хотя бы не будет такого, что вы повторно этот гигабайтный файл опять пытаетесь отправить. Поэтому вот этот второй этап в зависимости от условий вашего физического интернет-канала может занять очень долгое время. И он фактически создает это огромное время. И третий этап – это распарсивание ваших данных, разбор ваших данных и интеграция этих данных внутри управления сайтом. Первоначальная выгрузка и интеграция данных будут сильно зависеть от мощности вашего сервера. Если это выделенный сервер и у вас интернет-магазин достаточно большой, то данные распарсиваются и укладываются внутрь системы достаточно быстро. Без картинок полтора миллионная база распарсивается в течение 20-25 минут. Если данные с картинками, то это увеличивается время примерно на полтора-два часа. И если ваш сервер достаточно слабенький, и машина достаточно слабенькая, и у вас это не стендалон сервера, а вы являетесь там ВПС-очкой внутри какой-то большого сервера и занимаете только часть его ресурсов, это время может увеличиваться пропорционально. Но вот этот долгий процесс делается один раз. Если вы все корректно настроили, то вы дальше включаете галочку «Обмен только изменениями», изменениями по заказам, изменениями по товарам. Если у вас работают дальше пакетные режимы, и вы разделяете выгрузку не просто на пакеты, а еще на отдельные каналы, когда вы, например, раз в сутки обмениваетесь, например, данными по товарным остаткам или по товарным каким-то элементам, а выгрузку заказов делаете параллельно, и эта выгрузка делается, например, каждые 5-10 минут. Или вообще настроили реал-тайм-обмен заказами. То есть тут все зависит от правильности настройки и от того партнера или от ваших знаний, которыми вы обладаете для этой интеграции. Поэтому мы в наших вебинарах не раз с Сашей показывали, что такое пакетный режим, показывали, как его правильно и корректно настроить. Посмотрите наши вебинары, проделайте эту схему, разберите ее, подумайте, как у вас все работает. Потому что мы в вебинарах, когда мы что-то показываем, мы показываем на 100-мегабитной локальной сети, и у нас все происходит, естественно, быстро. А в вашем случае это может быть достаточно долго из-за того, что у вас есть какие-то факторы, которые на это влияют. То есть старайтесь делать это немножко более вдумчиво. Извини, что перебил. Еще повторюсь, выгружайте только измененные данные, не полную выгрузку делайте, а только выгрузку изменить. Потому что это уменьшится объем переводоваемых данных, и, соответственно, все быстрее будет загружаться. Так, база у нас повторно открыл. Сейчас мы посмотрим в настройках, можно ли указать документ, который, ну, заказ клиента. Вы можете видеть здесь, что здесь можно добавить еще один документ. Вообще, можно здесь указать любой документ, у которого есть реквизит контрагент, сумма документа, ну, соответственно, дата и номер. Они стандартные у всех документов есть. Так, указали документы, настроили. И, кстати, еще я забыл сказать, здесь есть кнопка выгрузить организацию. При нажатии на этой кнопке на портал выгрузится организация, ну, наша организация. И выгрузятся они тоже как компания на портал. Давайте их выгрузим, продемонстрируем, что получится. Так, все изменено, да, запишем. И у нас происходит выгрузка. Еще есть один такой момент, тоже люди спрашивают, что при каждом обмене ключ меняется, да. Ключ при каждом обмене он обновляется и снова сохраняется. Это сделано специально для безопасности. Так как вы выгружаете все-таки массив данных полностью по вашим продажам, чтобы вас не могли, как бы, перехватить ваши данные, ключи постоянно меняются и фактически они уникальны для каждой сессии. Так, если посмотреть, здесь как раз показывает, что происходит обновление, выгрузка информации. Можно сейчас посмотреть, что у нас получилось на портале. Здесь можете увидеть то, что у нас выгрузилось пять объектов. Это как раз-таки наши компании, наши организации. По ним выгружается их основная информация. Это наименование, ИНН, КПП, контактные данные и их адрес. И, правда, здесь, конечно, нет, но я сейчас выгрузим какую-нибудь, ну, уже контрагентов и покажу, что еще выгружается. Так, ну, теперь выгрузим все. Нажмем на кнопку полную выгрузку. И мы ждем, пока все выгрузится. Вопросы какие там есть? Или ты сам тут отвечаешь на них? Ну, я и отвечаю. Смотри, тут спрашивают насчет этой выгрузки, насколько я понимаю, выгружаются ли доп. реквизиты и доп. сведения. Для этой выгрузки эта информация не выгружается, потому что... Справочников и документов имеется в виду? Точно нет. Выгружается только основная информация, которая необходима для аналитики в своем портале. В дальнейшем, может быть, конечно, и будут выгружаться, но сейчас пока такой задачи не стоит. Вообще выгрузка довольно-таки, я смотрел на больших объемах данных, работает довольно-таки быстро. Конечно, при выгрузке, конечно же, есть некоторые ограничения. Допустим, когда какие-то ограничения, то есть сообщение отображается. Допустим, не создается расчетный счет, если... Допустим, он некорректно заведен в 1С. Или не создается контакт электронной почты для контрагента, если он тоже не верен. Или если контрагент привязан... Если контактное лицо привязано к нескольким контрагентам одновременно, то тоже нельзя будет. То есть есть путь всяких нюансов. Но при выгрузке в блоге и сообщения отображается вся информация, что не выглядело, что ли какие-нибудь ошибки. Так, у нас здесь выгрузка завершена. Давайте посмотрим, что на портале. Заходим в кампанию. Мы можем видеть, что появилось много кампаний. Не знаю, есть насколько они заполнены всем. Будем смотреть. Тут есть вопрос, пока у тебя все происходит. Как выбрать, какие поля контрагента выгружаются? Насколько я понимаю, поля выбрать нельзя, но мы выгружаем максимально возможные поля из 1С. То есть мы выгружаем почти всю информацию, которая вообще там содержится. Мы выгружаем ту информацию, которая есть и на портале, и в 1С, которая такая общая. Выгружаются все главные критичные поля. Это наименование, полное наименование, ИНН, КПП, его адрес, физический, юридический, телефоны, почта, выгружаются расчетные счета, если они корректно заведены, выгружаются контактные лица. И вроде бы все. Письма память не изменяет. Найти какой-нибудь интересный контрагент. Что-то информация не заведена. В данном случае в этом контрагенте, допустим, есть контакт компании, который выгрузился. Можно посмотреть. То есть для указанной компании выгрузился контакт Олег Смирнов. И вот тоже, кстати, выгружается информация. Фамилия, имя, отчество, адрес, телефон. То есть выгружается максимально вся информация из 1С по контактам и компании. Сами документы, вообще, объекты, которые когда выгружаются, они хранятся еще в делах. И объекты, которые пришли из 1С, у них есть такой значок в начале 1С. Здесь вся информация, здесь как бы показано, что импорт контактов, компании, также здесь хранятся сами документы. Можете здесь видеть, что у нас здесь есть как реализация, так и заказы. Если зайти в него, здесь как раз-таки краткая информация, что такая-то реализация с таким-то номером такого-то числа, на такую-то сумму. И в дальнейшем уже с этой информацией, как это уже работает. Также указано, для какого клиента это реализация. Если же у вас здесь стоит, в настройках у вас стоит адрес веб-сервера 1С, тогда бы такая была кнопка, ссылка, при нажатии на нее открылось бы новое окно в браузере, с открытой 1С, и конкретно бы подробно был бы указан этот объект. То есть можно было бы посмотреть все товары, какие у них там были заказы, и более подробный формат. Еще такой момент. Я не уверен, что это поправили, но когда у нас в настройках портала есть такой момент в разделе интеграции, настройки трекера, так называемые пресеты. Возможно, сейчас уже ставится по умолчанию, потому что одно время они не ставились по умолчанию. Здесь оно было пустое. Если оно было пустое, то тогда при интеграции не оказалась ошибка, что пресет не найден. И люди просто не знали, что появился такой пункт на портале, которому сдается эти пресеты. То есть им нужно их указывать ручками. Но сейчас они мне были пустые, и они автоматически подстались, значит, мы делали так, чтобы они автоматически уже подставлялись, чтобы не нужно было все от этого задумываться. В общем, так вот работает 1С-трекер. Куда идем дальше? Дальше у нас по пунктам. Второе – это тоже модуль. Кстати, о нем немногие люди знают и мало как используются. Это модуль позволяет экспортировать печатные формы и отчеты из 1С в жевую ленту на портал. Модуль очень простой. Он проще, чем 1С-трекер, и устанавливается он не через конфигуратор, он реализован как технологию 1С-расширения. Я могу сказать, почему его мало используют. Неудачно сделано внутри BITREX24 вообще где найти этот модуль. То есть, там очень не каждый найдет, где переключиться на этот модуль. Давай зайдем на BITREX24, покажем, где он вообще находится. Покажем у страницы. Там страничка есть вроде на нем. Нет, смотри. Не про то. Вообще, на самом деле, вот сам этот модуль настроек. Вот здесь же есть описание этого модуля. Оно? Оно. Оно, скажу честно, оно одно и то же. Я понимаю, что одно и то же. Я имею в виду, что не каждый находит вот эту страничку с описанием, что это такое. Мы немножко этот раздел, наверное, переделаем в этом ревизе, чтобы более правильно и более хорошо показать данный раздел. И, соответственно, его будут лучше находить. А сейчас он так достаточно нетривиально находится. В общем, эти приложения практически они идентичны. И, если честно, можно использовать токен как с этого приложения, так и с этого приложения. Здесь тоже, кстати, по пунктам описано, что делать. На самом деле, тут надо будет еще в нейть документацию на этой страничке. Так, нажимаем на кнопку по ссылке. Открывается снова же эта страница, где мы скачивали на стрекер. Здесь есть пункт модуль 11 плюс B324 через расширение и просто. Чем они отличаются? Простой от расширения. Через расширение он позволяет только выгружать печатные формы и отчеты, только их, и только руками. Он очень легко интегрируется с помощью расширений. Второй же позволяет, помимо этого, еще выгружать отчеты по расписанию. но он интегрируется через конфигуратор, потому что там используются некоторые объекты, которые не поддерживаются расширениями 1С. И, кстати, второй вот этот, который не через расширение, он очень сильно привязан к релизам 1С. То есть там есть некоторые объекты, используются в данном случае печатные, универсальная форма для, формы, на которой отображаются печатные формы и отчеты. Они очень часто при релизах обновляются, и поэтому наши модули могут затереться. В данном случае кнопки при опубликовании на портале. То есть нужно будет при каждом релизе, обновлении на релизы, их нужно будет на форму ручками добавлять, что не очень удобно. Поэтому юлист расширения используют много проще. Он, кстати, не так привязан к релизам, и я вот тестировал. Я, по-моему, пару дней назад выписал новую версию, которая там тоже переделала немножко авторизация, потому что раньше у нас нужно было указать адрес портала и токен, то сейчас у нас все делается с помощью токен. Как раз-таки тестировал с новой версией и там была старая версия и работала. старая версия, то есть как бы все нормально. Так, скачиваем его. Вот он, потом мы его успаковываем. Тут нет файла конфигурации, здесь успокоится архив, в котором лежит руководство по установке, как его устанавливать, и сам файл расширения. сохраним этот путь, зайдем в нашу 1С-ку в режиме 1С-предприятия и добавим это расширение. Для этого мы находим, ну, можно по-разному, здесь еще через интерфейс, но так, я показываю универсальное место, где можно установить это расширение, независимо из того, как эта конфигурация, поэтому показывать таким образом. Все функции, если у вас нету пункта все функции, нужно зайти в пункт сервис, в параметры и поставить флажок и отправлять в команду все функции. И она стоит, поэтому команда отображена. Нажимаем все функции, раскрываем стандартно и тут есть пункт управления расширениями конфигурации. Нажимаем как добавить и укажем наше расширение. Оно установлено, но в такой момент нужно снять флажок безопасный режим для имя профиля. Если этот флажок будет установлен, то вы не сможете подключиться к нашему порталу. Снимаем флажок, нажимаем кнопку перезапустить. Перезапускать 1С нужно для того, чтобы интерфейс в 1С обновился и появились наши пункты меню. В данном случае чтобы можно было настроить электропечатный форм и отчет. Вот он установился. Наша конфигурация уже была установлена 1С-трекер, поэтому пункт этот есть, но наш новый модуль находится в разделе NCE и администрирование и здесь в разделе настройки интеграции появился новый пункт подключить экспорт печатных форм в B324. Нажимаем на него, ставим флажок использовать экспорт печатных форм и отчетов. Если этот флажок не стоит, то у нас на интерфейсе на формах печатных форм и отчетов нету кнопок с нашим модулем. Если их же поставим, то они появятся. и нужно указать ключ. Заходим в наш портал. Скачем ключ. И здесь еще есть дополнительные настройки. Указываются тип файл, в котором будет опубликована печатная форма. Если он не заполнен, то по умолчанию у нас все выгружается в файле Excel. Но можно выгрузить также файли PDF и DOCX. Укажем PDF. и есть каталог лога. Это текстовый файл, в котором будет храниться именно вся информация по выгрузке на портал. Они же тут информация. Нажимаем кнопку сохранить и закрыть. Все. Теперь наш модуль настроен. Для того, чтобы им пользоваться, нужно сейчас покажем. допустим, нам нужно выгрузить печатную форму счета заказа. Берем, нажимаем кнопку счет на оплату. Это у нас печатная форма. Мы хотим ее опубликовать на портале, чтобы с кем-то ее обсудить. Нажимаем кнопку публиковать B324. тут пишем текст сообщения. Он по умолчанию генерируется, но можно задать свое. И здесь указаны адресанты. По умолчанию не стоит все пользователи, но можно указать определенные группы или определенных пользователей. Давайте мы укажем какую-нибудь группу и укажем продажи. Всех пользователей мы уберем и добавим пользователей. У нас пользователей сейчас нет. Вот мы пользователей загрузили и обсудим строкфорум. И нажмем опубликовать. В данном случае у нас все это публикуется. Так, у нас опубликовалось и здесь можно перейти по ссылку. Что же у нас опубликовалось? не красиво получилось. Здесь по ссылке Http пропал. Бак обнаружен. Бывает. Заодно поправишь. Ну да, поправлю. Просто как раз перешли на новую авторизацию и там немножко по-другому портал ищется. И там по умолчанию Http. так вот можно посмотреть, что у нас группу продажи и крокфорум отправился счет на оплату где срочно обсудить. его можно не сможем так его посмотреть. Ох, что-то не то. В каком формате пришел? В PDF пришел. В PDF лучше не так делай. Да, вот так вот. Во, эта штука лучше его откроет. Вот, у нас открылся PDF-файл, который можно посмотреть и его начать обсуждать. Можно вообще можно отправить на обсуждение любую печатную форму, которая сделана типовыми механизмами 1С. Допустим, в бухгалтерии есть такая проблема, что отчеты реализованы не типовыми механизмами, и там для каждого отчета своя печатная форма. Поэтому там нету кнопки опубликования на портал. И нужно, если вам нужны какие-то пленые отчеты, вам нужно ручками добавлять эти новые интерфейсы, потому что мы не можем для каждого отчета делать интерфейс, потому что, во-первых, это очень тяжело поддерживать. И для каждого релиза может быть ошибка и расширения работы не будет. Поэтому у нас работает только для типовых форм, которых отображаются печатные формы и отчеты. формы 1С, на которых отображена печатная форма, она типовая для всех документов, поэтому она везде. Даже, допустим, зайдем в документы продажи, здесь распечатаем какой наказание услуг. И здесь можно спокойно опубликовать тоже на портал. Он по-молчанию сохраняет именно последних адресатов, кому она подправляет. у нас отправилась на портал. посмотреть, что здесь также появился новый выход. Ну и конечно же можно отправлять отчет. Сейчас мы сделаем отчет. И здесь можно отправить. Есть такой момент, если сейчас публикуем, так же здесь можно указать входить и добавим еще пользователя. публиковать. Повелся отчет тоже в формате PDF. Еще такой момент, когда у нас справляется отчет, то у нас можно перейти к последней публикации. Принажите этот пункт, то у нас открывается на портале последнее обсуждение этого отчета. Оно к сегодняшнему числу как раз таки по времени только что оно было создано. И здесь также можно посмотреть, что обсудили. Для чего вообще нужна такая выгрузка, для чего нужно отправлять отчеты? Очень часто бывает так, что руководство компании или менеджеры компании не сидят внутри 1С, не используют 1С. 1С в основном используют кладовщики, какие-то менеджеры, которые работают с товарами и так далее. Но эти менеджеры высшего звена хотят получать какие-то сведения, какую-то информацию о товарных движениях, о взаиморасчетах с клиентами и так далее. И вы как раз таки через эту схему очень просто, без интеграции каких-то сложных вещей, сможете выгружать любую информацию из 1С, любую информацию, связанную с отчетами или с печатными формами из 1С, выгружать этому менеджеру внутрь портала, соответственно, он может получать оперативную информацию, обсуждать эту информацию, обсуждать, они могут внутри задавать вопросы, вы можете отвечать внутри портала на какую-то информацию, обновлять отчеты, как раз Саша показал, что в версии может быть несколько такого отчета, то есть это сделано для того, чтобы не заставлять руководство распечатывать какую-то информацию, не отправлять, а оперативно в постоянном режиме он будет видеть какую-то информацию, которую вы будете ему Ну что, на несколько вопросиков, может быть, попробуем ответить. Выгрузка печатных форм или отчетов в задачу на портале. Есть ли возможность? Нет, к сожалению, выгрузка всех отчетов, которые происходят на портале, выгружаются только в живую ленту. То есть вот в ту ленту, в которую Саша показывает. Выгружать в какие-то другие сущности отчеты невозможно, но вы можете, в принципе, этот файл сохранить куда-то в какую-то сущность. Либо, если вам нужно именно в задачах на портале, то в новой обновленной версии портала есть возможность из любого комментария или из любого поста создать задачу. И вы можете, в принципе, ставить задачу из этого поста и отправлять ее на того человека, который будет выполнять эту задачу. В принципе, наверное, на этом все, то, что мы хотели сказать. Большое спасибо, что вы присутствовали в нашем вебинаре. Если вам вебинар был полезен, он был новый, необычный. Мы с Сашей обычно не рассказывали про связки, связанные с B24, но решили в этот раз немножко со связки с интернет-магазином и с 1С показать B324. У нас очень много вопросов просто задают по 1С-тейкеру. Он очень большой популярностью пользуется. Поэтому мы решили показать, что у нас ни разу еще вебинара не было. Вот, все верно. Вы можете оценить полезность нашего вебинара, поставить нам какую-то оценку. Если у вас есть идеи, вы можете писать их на сайт идея.1sbitrix.ru. Всем спасибо за внимание. Если у вас еще есть какие-то дополнительные вопросики, вы можете писать нам на электронную почту или задавать их на форуме. Мы с Сашей будем на них отвечать. Спасибо вам большое за внимание. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok